У нас сегодня снег опять. Причем вечером пошел только сильный такой метель. Суббару, суббару. Понесла сейчас. Так что мы сейчас выехали из гостей. Нам ехать час. Наверное, будем ехать медленно. Полтора часа. Дорогу не успели почистить еще? Они-то очищены, но без соли, без ничего. Просто снег. Подняли и все. Почему? Соли все прачатся. Они еще за сварик-то светятся. Ну и не потаяло, значит. Снег ходит хороший. Ну да. Снега падится. За два часа машину еле очистили. Красивенько зато. Начинает уже в лицо. Я уже это видела. Ого. Талант, да? Ну еще нет. Ну не торопись, не торопись. Снова попали в снег. О, тут конкретно. Чуть-чуть. Ничего не видно. Тоже с аварийными огнями, но обогнала нас. Пускай на свете будет. Да, пускай впереди нам освещают. Ничего молочу я вот так немедленно еду. Потому что я ничего не вижу. Ну, как соседняя машина, видимость. Видимость плохая, если нет огней. Вообще ничего не видно. О, там кто-то, по-моему, на обочине стоит. Ага. На экзете он, чтобы стал, нет? Может быть. Как-то он боком стоит. Виде же дают. Что-то тут движение медленное стало. Еще медленнее. Кто-то стоит на обочине с огнями аварийными. Все ползут. 20 миль в час. Это где-то 30 км в час. Вот так очень медленно. Чуть ли не до полной остановки. Что ж такое? Вообще останавливаемся. Какая-то пробка. Между прочим, два дня назад в штате Мичиган, возле Мичиган-Сити, возле города, произошла очень крупная авария на Хайвее во время снега. 30 машин. Из них 15 больших фур и грузовиков. И 15 обычных легковых машин. При этом 4 человека погибло. И 20 были госпитализированы. 1 милинг. О, он уже, да. Сейчас мы уже подъезжаем к Корланду. Я хочу снять наш заснеженный город. Я думаю, красиво будет смотреться. Снегу и ночью. Мы уже один экзит проехали. Специально, чтобы проехать через Даунтаун. Нашего маленького городка. Теперь что-то уже началось. Вот это сейчас будет плаза. Она для всех путешественников. Такие плазы возле дороги находятся, что можно съехать сразу с Хайвея. и там же продуктовые магазины, кафе, фастфуды, ресторанчики какие-нибудь и гостиницы тоже. Сейчас мы попытаемся попасть еще в экзит. А, все увидим. Да, вот. Только сейчас увидел его. Фух, можно сказать, что почти доехали. Тут уже потихоньку. Тут уже в городе как-то. И светло главное. Хорошо. И вот у них такие высокие рекламы, чтобы с Хайвея было их видно. Эти кафешки разные и гостиницы тоже. Хэмптон-Ин, Вендис это фастфуд, Ромада впереди гостиница. Все заворачиваем. И с этой стороны тоже плаза. Вот это все съедобное заведение. Вон горы снега лежат. Здесь самая дорогая заправка у нас в городе, потому что, опять же, возле Хайвея. Ну, и это еще Мобил-1. Мобил-1. Ой. Ой. А, поехали. Мы просто уже на перекрестке стояли, не остановились, как показалось, вовремя. Не, мы не остановились. Вот 3,75 здесь бензин. Сейчас он почти на 20 копеек дешевле стоит. И, опять же, все еще за бегаловки. Опять не найдет. Вовремя надо съехать. Мама, я не знаю. Да. Да, в городе тоже у нас все заметает. Но мы уже в городе, уже все, уже все дороги знакомые. Уже только доехать до... Дома осталось. Хотя... Серьезненько так. Тоже из поворотов могут придурки какие-нибудь выезжать. Да еще и пешеходы могут идти. Нет, вот, кстати, по-моему... Я заметил в США, когда падает этот снег и становится плохая погода, люди как-то ведут себя осторожно. С опаской. Даже идиоты, что гоняют это, на траках, на джипах, они начинают ездить аккуратно, но все как-то уступают, где надо уступить. Людей, ну, мы не знаем, лучше себя ведут. В основном, ну, бывает. Очень редко, но встречается все равно. Очень мало. Но очень мало, да. Обычно все-таки... В хорошую погоду лихачей намного-много. Больше, да. Намного больше летает, да. Когда снег вот такое, все понимают, что это опасно, и поэтому... Укроем. Да. Через Мейнстрит мы едем. Да, я хочу глянуть ее в снегу. Такая мечта. Надеюсь, что-то будет видно. Да я уже думаю, что нет, ну ладно, уже едем. Я уже не остановлюсь. Да, не успевают дороги. Вернее, снег успевает их засыпать. Обещали снег обычный. Один-двоинча. Да. И вот что вышло. А, вышла метель. Пурга. Ой, красава. Ой, тут такое месиво на дороге. Меня занесло чуть-чуть. Вау. Это наша Мейнстрит сейчас. Сейчас, вы себе представите, это люди из бара, если вываливаются, они немножко подшафают. Дай бог, все зарубят. О, две машины. Вот они, которые снег убирают. Встретились. Упс. Я настолько хорошо пою, что мы вот это... 15 град... А, минус 9 сейчас по Цельсию. О, в футболке мальчик пошел. А, это он вышел пописать. А, что он вышел на улицу? Тут на улице не писать, покурить. Он покурил, разве что? Они всегда выходят из собой покурить. Я уже замерзал, замерзал. Они все курят. Опять вот стоит эта машина с солью. Ну, перед... Упс. Это кому? Перед нами хоть с солью машина едет. Ой, они с цветами. Что-то у них такое. Бля, девушки. Девочки в колготках. В колготках. О, ужас. Посмотрите, минус 9 у нас. Это выражалось от такси? Это видно сегодня гуляние какое-то в баре. Да, так девочка там стояла в платье летнем с голой спиной. Я хотел сказать, как люди из Бабакова. Вот мы... Этот прудок остановился и не мог завернуть. И очень из-за этого нервничал. А вот только не уходил. Паровозный такой.